Родительство Родительство – это великое счастье, к которому стремится большинство пар в мире. В жизни каждой семьи наступает момент, когда супруги всерьез задумываются о рождении ребенка. Осознанное решение и грамотная подготовка к будущей беременности дает ощущение, что все непременно будет хорошо. Однако некоторым парам не удается зачать ребенка самостоятельно. Долгое время женщина ходит по врачам, лечится от бесплодия в надежде познать радость материнства, но безрезультатно. Супруги впадают в уныние, каждый замыкается в себе, нередко пары даже задумываются о разводе. Но проблему успешно решает современная медицина. Бесплодным парам обрести долгожданное счастье быть родителями помогают специалисты-репродуктологи. Речь идет о процедуре экстракорпорального оплодотворения или по-другому ЭКО. Вообще медицина идет вперед, всегда. А репродуктология настолько шаг вперед, даже не шаг, а, наверное, шажище. И интересно в том, что это не просто такое, скажем, консервативное лечение данной проблемы, а в целом, ну вот, высокие такие, на самом деле, высокие, тонкие технологии. В 2019 году отделение вспомогательных и репродуктивных технологий городского клинического перинатального центра, известное многим омичам как Центр ЭКО, отметило свое десятилетие. За все эти годы Центр доказал, что бесплодие – не приговор. За 10 лет успешное лечение в отделении прошли более 5000 супружеских пар. Мы встали на очередь, потом нам сделали процедуру через год. Ну, все подсадили. И вот мы наслаждаемся ребенком. Самое главное, что получилось. Самое главное, что был ребенок. Конечно, процедура не дает стопроцентной гарантии, что всякое может быть. Ну, была уверенность сразу же, что все получится с первого раза. Ну, вот в 2009 году у нас было 13 супружеских пар. 9 по ОМС, там 4 на коммерческой основе. А сейчас уже на сегодняшний момент более 5000. То есть у нас, если где-то примерно 500 в год идет программ ВРТ. Поэтому, ну вот такая эффективность тоже около 40%. Это соответствует международным стандартам. Макаркина Людмила Геннадьевна. Гинеколог-эндокринолог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, член Ассоциации гинекологов-эндокринологов России, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра планирования семьи и репродукции. Отделение работает в структуре родильного дома номер один и оказывает помощь бесплодным парам. Людмила Геннадьевна – талантливый врач и руководитель, сплотивший команду профессионалов, влюбленных в свое дело. Людмила Макаркина – счастливая мама двоих детей. Жизненный девиз – относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Вообще я первый врач в нашей семье. Мама у меня всю жизнь проработала директором школы. Она заслуженный учитель, отличник народного образования. Папа тоже педагог. Почему я как раз захотела быть гинекологом-эндокринологом? Потому что вот так получилось, что я встретилась на своем пути с Шаталовой Валентиной Васильевной, как педагог, как учитель мой. Всегда говорила, что встреча с гинекологом – как первая любовь, потому что все боятся гинекологов и стоматологов. Я для себя решила, что я буду тем гинекологом, которого бояться не будут. Считается, что если в течение года регулярной половой жизни без контрацепции беременность не наступает, можно говорить о бесплодии. По словам врачей, каждая пятая семейная пара в России, прежде чем зачать ребенка, вынуждены проходить лечение. Крайне важно правильно установить причины бесплодия. Их, как правило, бывает сразу несколько. Так бесплодие может быть первичным и вторичным. И найти путь к решению проблемы должен грамотный врач. Поменялся возрастной аспект. Если раньше мы говорили о том, что приходили от 20, это самый лучший момент для планирования беременности, ну, в общем-то, 20 до 30, 25. На сегодняшний момент приходят старше 40, когда уже решили все свои проблемы, и вот теперь они приходят. То, что уже снижается авариальный резерв, то, что накапливается багаж заболеваний в течение жизни. Мы просим всегда и обращаемся в широкие массы, в женские консультации. Ну, вот помогает отделение охраны репродуктивного здоровья, кабинеты планирования семьи. Не затягивается данной проблемой. То есть, если старше 30 лет, то даже если 6 месяцев супружеская пара не может беременеть, то уже нужна консультация репродуктолога. Бесплодие, связанное с гормональными нарушениями, зачастую успешно поддается лечению. Однако при бесплодии, связанном с нарушением проходимости маточных труб или спайками в органах малого таза у женщины, традиционные методы неэффективны. Как, впрочем, и при бесплодии, связанном с мужским фактором. В такой ситуации на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии. Если мы считали раньше, что это космос, и боялись эти три буквы «Д» – экстракопальное плодотворение, то сейчас понимаем, что данное лечение, оно индивидуально, естественно, но решает вопрос лучше, быстрее и надежнее, чем другие методы лечения бесплодия. Конечно, если у женщины нет труб, то единственный вопрос – это, конечно, экстракопальное плодотворение. Если тяжелая форма мужского бесплодия, только ЭКО, может быть, даже с донорской программой. У нас идут донорские программы, все донорские ацеты, сперма донора. У нас программа есть суррогатного материнства. Также вот то, что я уже сказала, полный генетический скрининг ПГС делается. Ну, в общем-то, все методы высокой репродуктивной технологии проводятся в нашем отделении. Технология экстракопорального оплодотворения начала разрабатываться несколько десятилетий назад. Учеными-репродуктологами было сделано 600 переносов эмбрионов, прежде чем ставший впоследствии историческим перенос в ноябре 1977 года восьмиклеточного эмбриона привел к наступлению маточной беременности. Это стало возможным благодаря британскому ученому Роберту Эдвардсу. В 2010 он получил Нобелевскую премию за то, что сделал теоретические рассуждения об ЭКО реальностью и первым увидел под микроскопом, как зарождается новая человеческая жизнь. В 1978 году родился первый в мире ребенок из пробирки, Луиза Браун, которая теперь сама уже является мамой. Как и первая рожденная в СССР с помощью ЭКО девочка, Елена Донцова, и она уже воспитывает сына. С момента той самой успешной попытки ЭКО в мире родились 6 миллионов детей, если вдуматься, целый город, зачатых в пробирке. Процедура из инновационной и спорной давно превратилась в обыденную, А сам метод ЭКО значительно усовершенствовали. И сейчас он входит в региональные программы обязательного медицинского страхования. Приходит супружеская пара. То есть, если они готовы, мы берем ее стимуляцию суперовуляции, проводим мониторинг фолликулогенеза, стимулируем препаратами. Далее проводим трансвагинальную пункцию. Происходит святая святых работа в эмбриологии. То есть, получаем ацеты, женские клетки. Либо идет программа подотворения ЭКО, либо интроцитоплазматическое внедрение сперматозоида, ИКСИ называется. Далее мы отсматриваем их в эмбриологии на процесс оплодотворения. То есть, называется культивирование эмбриологический этап. Потом, то, что я уже сговорила выше, проводится, если показан перенос эмбрионов. У нас идет селективный перенос одного эмбриона уже давным-давно, бластоцист на пятые сутки. Либо происходит криоконсервация эмбрионов и уже потом подготовка. Ну и далее идет поддержка пастрансферного периода, то есть, когда женщина принимает препараты до сдачи анализа на ХГЧ. ХГЧ – это уже, то есть, показывается, наступила беременность или нет. Программа экстракорпорального оплодотворения состоит из нескольких этапов. Первый – обследование и подготовка. Пациентка начинает получать гормональные препараты, действие которых обеспечивает созревание большого числа яйцеклеток. Далее их изымают из организма женщины и отправляют в лабораторию. Обычно пункция фолликулов продолжается 15-20 минут, является малотравматичной манипуляцией и практически не вызывает осложнений. В этот же день биоматериал забирают и у мужчины. Затем в дело включаются специалисты-эмбриологи. Работа эмбриолога, кто-то считает, она более ответственна, чем у репродуктологов. Да, но по сути, конечно, мы не сможем работать, если мы не получим никакой материал. То есть, безусловно, от работы репродуктолога, от стимуляции женщины будет зависеть количество и качество материала, которое мы получим. Соответственно, и уже мы будем работать с этими яйцеклетками. Улучшить качество очень сложно. То есть, сейчас таких технологий практически не существует. Поэтому приходится работать именно с теми ацитами, которые нам уже подготовит репродуктолог. Начавшие развитие яйцеклетки, которые теперь называют эмбрион, держат в специальном инкубаторе, имитирующем условия полости матки. Затем наступает самый ответственный этап процедуры – перенос эмбрионов. Эта манипуляция безболезненная, не требует анестезии, и так же, как и пункция, является амбулаторной. Ещё несколько лет назад в полость матки переносили большое число эмбрионов. Сейчас переносят не больше двух. Мы объясняем пациентов, они обижаются. Перенесите нам три эмбриона. Ну, нет, конечно, нет. Перенесите нам два эмбриона. Мы тоже всё объясняем, потому что бывает так, что один эмбрион тоже может нам такой сюрприз сказать. Раздробление может раздробиться, и может быть двойнее. Вспомогательные репродуктивные технологии предполагают различные методы зачатия вне человеческого организма. Есть метод ИКСИ, который предполагает введение сперматозоида непосредственно в яйцеклетку. Он эффективен в том случае, если проблема заключается в организме мужчины. Также альтернативным способом решения проблемы мужского бесплодия может быть использование донорского биоматериала. В этом случае семейная пара или женщина могут выбрать донора согласно желаемым внешним признакам – цвету глаз, волос, росту, весу, группе крови и так далее. Последние буквально 5-6 лет активно стали пользоваться донорскими ацетами и спермой донора. Но я думаю, что это связано не только с экологией, но вот, видимо, идет поздний репродуктивный период и женщин, и мужчин. И, соответственно, авариальный резерв и качество ацетов снижается в разы. Еще такой один момент тоже актуален и тоже он не был. Вот буквально там последние года, когда стали все чаще и чаще приходить одинокие женщины. То есть у них нет партнера, они не замужем, но они понимают, что им нужен ребенок. И тогда тоже они прибегают. Либо это инсеминация спермой донора, либо это коса спермой донора. А донорские ацеты пациенты заказывают себе. Москва, Санкт-Петербург, то есть ведущие клиники, вот там они закупают, и мы работаем. В Омске нет доноров? В Омске город, скажем так, не очень большой. И те ситуации, которые могут возникнуть, нежелательные. У нас, я думаю, в частных клиниках есть, наверное, кто сдает сперму. Но у нас этого нет. В нашем учреждении мы пользуемся иногородними. Если первые три способа не в состоянии решить проблему бесплодия, то возможно донорство яйцеклетки. Этот метод используют, если у женщины отсутствуют яичники. В случае ранней менопаузы или когда нет возможности провести процедуру ЭКО собственными яйцеклетками, а не низкого качества, или их не удается получить. В этом случае репродуктологи используют яйцеклетки здоровой женщины-донора. Если же женщина не может самостоятельно выносить и родить ребенка, решением проблемы может стать суррогатное материнство. То, что касается суррогатного материнства, мы работаем только медицинская сторона вопроса. Мы не находим суррогатных матерей. Это они сами организуют, и мы это объясняем. Поэтому все юридические вопросы решают пары супружеские, и те, которые хотят помочь, они сами. А мы отсматриваем, готова или нет. Суррогатная мать по медицинской части вопроса для вступления в программу все чаще и чаще они не готовы. Потому что мы очень много отказываем, когда пациенты, их самих надо лечить. А они пришли в роли суррогатной матери, выступили. Разносторонние исследования во многих странах доказывают, что дети, родившиеся после применения ЭКО, не отличаются от своих сверстников, появившихся естественным путем. Ни по физическому, ни по интеллектуальному развитию. Бытует еще один миф о том, что процедура ЭКО небезопасна для здоровья женщины, но его специалисты-репродуктологи спешат развеять. Сказать, что это какая-то огромная нагрузка, это неправильно, это миф. Если здоровая женщина без соматической патологии, то, в общем-то, хорошо все проходит, вынашивается. Они хорошо переносят саму процедуру ЭКО, то есть эмуляцию, пункцию, перенос. Сейчас же и препараты гормональные уже более современные, чем те же. Конечно, конечно. Да, рекомбинантные. Мы пользуемся очень хорошими препаратами. Они наблюдаются либо в нашей женской консультации, либо в женской консультации по месту жительства. Ну, естественно, это более пристальное наблюдение, чтобы не было осложнений во время беременности. То есть, если раньше были, допустим, переносы двух, там, трех эмпионов, конечно, риск невынашивания, риск осложнений, то сейчас, в общем-то, по сути дела, и они сами рожают, ну, иногда есть и показания к кесарево сечению. Успех ЭКО зависит от очень многих факторов – возраста супругов, количество и качества женского и мужского биоматериала, причин бесплодия. Чем моложе женщина, тем выше шанс наступления беременности, так как с возрастом качество яйцеклеток ухудшается. От пациентов при лечении бесплодия требуется большое терпение, дисциплинированность и неукоснительное выполнение всех назначений врача. И никто не отменял здоровый образ жизни для обоих партнеров. Парам, которые готовятся пройти ЭКО, предстоит отказаться от алкоголя, активного и пассивного курения, избавиться от лишнего веса. Все это снижает шансы стать родителями. Конечно, совершенствуется оборудование и технологии, оттачивается опыт. Но пока что показатели ЭКО в мире принципиально не увеличиваются. Мировая практика говорит о том, что в настоящее время репродуктологи работают на пределе своих возможностей. Но слово природы в любом случае решающее. Это проблема всех наших врачебных сообществ. И всегда мы разговариваем и говорим, и вроде бы все тщательно подготовили, и эндометрия, и генетика хорошая. Как бы мы ни старались, как бы мы ни делали, 30-40% на всю волю Божья. Попыток делают хоть сколько, но мы рекомендуем женщин все-таки не больше пяти попыток. Ну, смотришь и приходят из других, приезжают из стран, даже делают 10, много попыток. Думаешь, ну, как-то вот объясняешь пациентам, что это уже не спортивная эстафета, и что надо остановиться, и есть другие способы усыновления, донорские программы. Ну, как-то вот пожалеть себя, объясняем и консультируем пациентов. Очень много у нас пациентов, которые могут усыновить, а потом сами забеременеть, несмотря на то, что у них столько было попыток, и кони удачных. Омский Центр репродуктивной медицины первым в регионе запустил новую методику заморозка яйцеклеток. Суть этого метода заключается в заборе яйцеклеток у женщины и последующей их заморозкой, что позволяет при необходимости воспользоваться ими в любое удобное для пациентки время. Кому же может понадобиться эта методика? Например, современной женщине, которая откладывает рождение своих детей на более позднее время. Пациенткам, которые готовятся к операциям на органах малого таза и боятся послеоперационных осложнений, ведущих к бесплодию. Криоконсервация дает возможность онкологически больным женщинам после курса химиотерапии иметь биологических детей. Хранится это все в специальных таких стаканах, железных, на вот таких носителях тоже. Соответственно, как эмбрионы, так и эвакулят. Хранится это все очень долго. Клиника у нас работает с 2008 года. Соответственно, здесь есть материал, который с 2008 года и находится у нас на хранении. Если все хранится качественно, ничего не нарушается процесс хранения, процесс транспортировки, то в принципе с эмбрионами ничего не происходит. К сожалению, врачи не волшебники. В случае прохождения процедуры ЭКО стопроцентной гарантии никто дать не может. И сколько врачам приходится видеть слез, когда женщина приходит после четвертой, пятой, безуспешной попытки забеременеть. И у каждой крик души – помогите стать мамой. В этом случае врачам приходится быть еще и психологами, которые должны найти слова утешения и вселить надежду. Мы видели, что результат лучше, когда женщина идет психологически подготовленная. Ну и мужчина тоже, по сути дела. Но не каждая супружеская пара это понимает и как бы психологами игнорирует. И поэтому, да, мы на приеме и психологи, и репродуктологи, и, в общем-то, врачи, которые выслушиваем, помогаем, объясняем, успокаиваем. Открытие в 2009 году отдела вспомогательных репродуктивных технологий – итог многолетней работы Центра планирования семьи и репродукции. Методики, применяемые для лечения бесплодия, были впервые выполнены на территории Омска и Омской области врачами центра. Главный итог – долгожданные дети, которых за эти годы обрели в центре сотни супружеских пар из Омской области, других городов и стран. В 2012 году мы пришли, ну, 4 месяца лечения, и все. Чудо. Ждали 9 месяцев. Родился. Беспокойный. Плакали, кричали. Ну, видимо, чтобы мы оценили все счастье материнства, ну, все равно самый умный, самый добрый, самый любимый, да? Самый-самый-самый лучший. Процедуру экстракорпорального оплодотворения по степени сложности не случайно сравнивают с высшей математикой. Современные методы лечения бесплодия требуют от врачей высочайшего профессионализма. И в каждого ребенка, рожденного в результате ЭКО, врачи вкладывают и частичку своей души. Помогать людям быть родителями для медиков – это тоже ни с чем не сравнимое счастье. Есть, безусловно, конечно, трепет при работе, в принципе, как со спермы, так и с клетками или уже с плодотворенными клетками, с эмбрионами, безусловно. Ну, со временем проходит, наверное, не трепет, а появляется боль какая-то уверенность, что ли, и ты уже не переживаешь за свои действия какие-то. А вот ощущение важности процесса, в принципе, и какого-то такого волшебства, в любом случае, сохраняется там. В отделении, которым руководит Людмила Макаркина, царит доброжелательная атмосфера. А врачи и медсестры – как одна большая семья. И это заслуга всего коллектива. Каждый вносит свой вклад в общий успех. А чтобы стать хорошим специалистом, главным в своем деле, по мнению Людмилы Макаркиной, важно научиться любить свою профессию и относиться к каждой женщине с тактом и уважением. У нас есть девиз, ну, это песня из слога Бермана, но вообще нашего отделения девиз – работать под честь имею. То есть мы работаем под честь имею, мы работаем так и относимся ко всем пациентам так, как хотим, чтобы относились к нам. Я бы хотела, чтобы все-таки наше отделение было больше. Хотелось бы, чтобы у нас был большой дневной стационар, чтобы, может быть, это была гостиница для пациентов, потому что иногородние тоже приезжают. Хотелось бы, чтобы психолог у нас именно здесь, на данной территории, был и уролог на нашей же территории, андролог – это основная. Юридические вопросы здесь же тоже юрист. То есть, в общем, все упирается в площади, то есть вот в этом плане. Ну, я думаю, мечты. Главное – думать хорошо, позитивно, и все сбудется. Жить и работать с позитивным настроем Людмила Макаркина учит и своих коллег. Ведь на работе врачи проводят большую часть времени. Но сама Людмила Геннадьевна старается в равной мере уделять время всем, кто в ней очень нуждается. Для меня лично главное, что у меня есть сын и дочь. Я горжусь своими детьми, я очень люблю свою семью. То есть, на первом месте все-таки у меня Бог, на втором – семья, а на третьем – работа. Парам, которые хотят иметь ребёнка, гинекологи советуют не затягивать с обращением к специалистам. Прийти к врачу, чтобы пройти обследование, получить рекомендации. Репродуктология во всём мире развивается, и омские врачи тоже постоянно учатся. И они ни на минуту не забывают о том, что причастны к великому чуду – зарождению человеческой жизни. Число бесплодных пар в стране и в мире растёт, а вспомогательные репродуктивные технологии для многих – шанс на счастье, который нельзя упустить.